Всем салют, с вами Агут. Ну что, многие помнят, да практически наизусть знают, фильм Сэма Рэйми Человек-паук 2002 года с Тоби Магуайром в главной роли. Эта первая часть Паучка сделала революцию в супергеройке, и неудивительно, что некоторые сцены из этого фильма мы знаем чуть ли не покадрово. Однако при их создании, естественно, не обошлось без трудностей. Вот как, например, сцена, где Питер Паркер, который привыкает к своим способностям Человека-паука, сидит в школьном кафетерии. Он замечает, что мимо проходит его возлюбленная Мэри Джейн Уотсон. И вот она поскальзывается и начинает падать, но прежде чем она успевает упасть на пол, Паркер ловит и Мэри Джейн, и её поднос со всем его содержимым. Но эффектным этот момент сделало не само падение МД в исполнении Кирстен Данст, а то, как ловит содержимое подноса Тоби Магуайр. Несмотря на то, что в итоге всё получилось очень красиво, звезде Человека-паука Тоби Магуайру потребовалось 156 дублей, чтобы сделать это идеально. А всё потому, что эта сцена была сделана без какого-либо использования компьютерной графики. Это подтвердил в комментарии на DVD Джон Дейкстра, художник по спецэффектам и главный специалист по графике фильма. Он сказал, следующий кадр, где он ловит все эти вещи, он действительно это сделал. Довольно хорошо. Дубль 156. Это также подтвердила исполнительница роли Мэри Джейн Уотсон Кирстен Данст, которая добавила в своём комментарии следующее. Это не CGI, это всё Тоби, что довольно впечатляет. Они использовали клей, чтобы приклеить его руку к подносу. Однако, как и следовало ожидать, студия, в данном случае Sony, не была в восторге от того, что эта сцена вообще будет в фильме. Но режиссёр Сэм Рэйми настоял на своём. И хотя для этого потребовался 16-часовой съёмочный день, они всё-таки смогли сделать этот кадр. В итоге сцена стала чуть ли не культовой и одной из визитных карточек этого фильма. Вот так. Всем спасибо. Всем пока.